Приветствую вас, уважаемые подписчики! Проблема с баллонами так и не решена. И очень трудно объективно обеспечивать спрос. Цена, как на новые, так и на БУ баллоны, она резко ушла в космос. Поэтому все чаще и чаще люди смотрят в сторону компрессоров для закачки в основном винтовок. И мне приходят просьбы сравнить те или иные модели. Почему цена отличается в два раза на них, какой из них лучше взять. И вот благодаря интернет-магазину Охотника.нет сегодня у нас есть такая возможность. Мы сравним с вами два компрессора. Более дешевый и более дорогой. Надо сказать, что нам тут дали полный карт-бланш. Потому что в принципе у этого продавца в наличии есть и те, и те модели. А вот разобраться, какая из них кому подойдет, придется нам с вами. Начнем прежде всего с задачи. Для чего нужно брать именно портативный компрессор. Я вижу несколько таких причин. Первая причина. Это труднодоступность и хлопотность с заправками баллона и нежелание качать насосом. Дешевый насос, естественно, не стоит покупать. А дорогой насос будет стоить примерно так же, как и компрессоры, как и баллон. Вторая причина. В наличии есть небольшой арсенал пневматики, который активно используется. Присутствует большой расход воздуха, но нет желания покупать еще один баллон. Может быть даже есть какой-то небольшой тир. Третья причина. Это полнотелая винтовка. Просто надо постоянно много воздуха. У моих знакомых любителей полнотелых пуль по 4 грамма весом, по 3 9-литровых баллона или компрессор для закачки этих баллонов. Конечно, подойдет более логично сюда именно компрессор 2,2 кВт, которым можно качать баллоны. Но иногда бывает нужен именно мобильный вариант. Именно где-то в пути или в поле. Для тех, кому лень искать мои прошлые обзоры, давайте вкратце пробежимся по комплектации одного и другого компрессора и попробуем закачать в разных режимах несколько винтовок. И сравним, кто из них это делает быстрее. Начнем с более дешевого варианта с названием Typhoon. Ну что, комплект поставки Typhoon. Это блок питания, он идет отдельно. Здесь кабель для подключения. Блок питания, который отдельно идет. Так, вот сам компрессор. Шланги, клеммы. Он без осушителя у нас идет, да? И вот сам компрессор. Одной рукой не вытащу его. Маленький манометр. Дешевенький показометр. Все очень компактное. Ну, для тех, кто любит компактные размеры, я думаю, самое то. Сразу по ценнику. Это 15900. Это уже достаточно старая модель. Как видим, она значительно меньше в размерах. Гораздо худшее охлаждение. И, скорее всего, будет хуже производительность. И гарантия на него всего 14 дней. Но все запчасти для ремонта есть в наличии. Второй вариант это PCP GAN. Ну, они по-разному называются у разных производителей и продавцов. Что ж, давайте посмотрим на комплект поставки данного компрессора. Здесь нам тоже положили блок питания. Говорят, что он идет отдельно. За отдельные деньги. Хотя здесь есть место для него. Ну, говорят, значит говорят. Так. Здесь у нас есть осушитель. В отличие от прошлого компрессора. Ну, и те же самые провода. Для подключения блока питания. И здесь у нас сам компрессор непосредственно. Он гораздо большего размера. Хорошо так упакован. Но мы с вами его уже видели. Он нам знаком. Только был в оранжевом цвете. То есть компрессор очень хорошо себя зарекомендовал. Хорошие отзывы. Плюс гарантия. Плюс поддержка. Стоимость его ровно в два раза. 27500. Это без реле автоотключения. А с реле автоотключения 31600. То есть, как вы понимаете, разница в два раза практически. Комплект поставки отличается наличием осушителя, который придется докупать к Тайфуну. Более тяжелый и массивный, естественно. Что, давайте сравним. Данные компрессоры. По размеру смотрите, как они отличаются. Почти в два раза. Данный компрессор. Отдельно у него включается охлаждение. Отдельно включается он сам. Блок питания универсальный. Подходит и к тому, и к тому. И также они оба работают под крокодилов. Которые подключаются к аккумулятору автомобильному. Здесь стоит более дешевый манометр. Ну, это показометр. Здесь стоит реле автоотключения. В принципе, уже забегая вперед, могу сказать, что и этот манометр показывает приблизительно, и этот. Ну, в принципе, с показометрами, которые на винтовках, можно их сравнить и ориентироваться и на то, и на другое, на что вам угодно будет. По системе охлаждения понятно, что здесь есть отличия. Даже по размерам можно определить. По качеству изготовления. Вот этот компрессор, у него более тонкое железо используется. Он гораздо легче. Этот такой массивный. Внутреннее устройство, конечно, у них тоже отличается. Я не буду сейчас их разбирать. Вы можете посмотреть мой обзор по ссылочке в описании. Там я снимал кожух и показывал устройство вот такого компрессора. Он у меня был там рыжий. Варьер, по-моему, он назывался. Вот эти компрессоры, на них гарантию полгода дают. На этот компрессор гарантия 14 дней. По цене, как вы понимаете, они отличаются значительно. Практически в два раза. Ну вот, смотрите, как у нас работает. Вот этот компрессор. Включаем сперва. Система охлаждения. И пошла у нас индикация температуры. Это постоянный компрессор. Можно сымитировать его работу. Сейчас я покажу, как это делается. Давайте сымитируем работу. Заглушку поставим. Начнем огнетать давление. Во время работы он нагревается до 70 градусов. Давайте подключимся теперь к этому компрессору и посмотрим, как он работает в сравнении с этим малышом, Тайфуном. Система охлаждения намного мощнее. Видите, присядки. Система охлаждения, конечно, работает гораздо интереснее. Ну, нас интересует, как они себя зарекомендуют в полевых условиях. Потому что я не думаю, что вы будете покупать эти компрессоры для того, чтобы качать их у себя в доме винтовки. Ну, хотя, я бы взял другой, вот как у меня компрессор, про который я скажу чуть позже. Когда, ну, в самом конце, опыт эксплуатации полугодовой. Вот я бы для дома рекомендовал другой компрессор. А этот, это именно мобильный. То есть, для того, чтобы подкачивать винтовки где-то на выезде от автомобиля. В этом его основное предназначение. И, допустим, вот этот компрессор, у меня уже его забрали. Блок питания при этом покупать не хотят. Говорят, нам он не нужен абсолютно. И в этом есть рациональное зерно. Я не зря стою возле открытого капота. Более логично, конечно, использовать такие компрессоры именно на выезде. Подключаясь к бортовой сети автомобиля. В комплекте с каждым из компрессоров идет примерно одинаковый кабель с двумя клеммами типа крокодил. Плюс-минус. Мы подключаем их просто к аккумулятору. Запускаем. В данном случае запускаем систему охлаждения отдельно. Сам компрессор. Подключаем его к винтовке и начинаем закачивать. Здесь, я думаю, разберется самый ленивый. Ну а для тех, кто совсем на бронепоезде, в комплекте есть инструкция даже с картинками. Но, правда, они на русском языке. Ну что ж, давайте попробуем закачать винтовку Тайфуном со 100 до 200 атмосфер. Запускаем компрессор. Подключили его к автомобилю. Три минуты прошло. Накачал 30 атмосфер. 130 показывает винтовка. Темно уже, блин. Накачает. Прошло 6 минут. 170 где-то атмосфер. Сейчас уже закончим. Компрессор греется. От него запах идет уже. Ну что, 200 атмосфер по манометру. 10 минут 43 секунды это заняло. Ну что ж, давайте накачаем ту же самую винтовку с того же самого давления, только другим компрессором. Прошел процесс. Прошел процесс. 12 минуты 12-13 секунд. Вот температура компрессора 25. 4 минуты 37 секунд. Здесь показывает уже 200. Здесь показывает уже 200 на манометре винтовки 190. Я думаю, хватит. Ну что, сейчас попробуем в режиме обычных пострелушек. То есть вот мы стреляем и вместо баллона будем использовать компрессор. Вот он стоит у нас, машина заведена. То есть постреляли, подошли и заправились. То есть в таком режиме онлайн. Я буду с колба винтовки стрелять своей редизайном. И эгер у нас будет и леший. Леший, так как жрет много воздуха, поэтому мы решили пострелять именно с использованием компрессора. Ну-ка, еще раз сделай так. Просто тактическая стрельба идет. Двигатель завели. Подключается. Подключается все просто. Клему плюс-минус. С бюро включается система вентиляции. Загорается температура. Потом включается сам компрессор. Он сейчас поработал. В режиме работы греется где-то до 40 градусов. Но мы его сильно не нагружаем, не гоняем. Потому что поставщики, которые нам его дали на обзор, сказали, что качество гораздо хуже, чем у более дорогого компрессора. Но с более дорогим, как бы все понятно, мы с ним знакомы. Давно уже знакомы. Есть видео на канале, обзор похожих компрессоров. Поэтому вот сейчас интересно, как покажет себя более дешевый аналог. Имеет смысл брать его или все-таки переплатить за гарантию и за большую производительность? Хватает ли его для трех изделий, для того, чтобы стрелять в режиме онлайн? Я баллон не стал брать. Взял один компрессор. Взял вот этот менее производительный. Потому что тот, который более дорогой, в принципе, с ним уже понятно. Я с ним хорошо знаком. И на прошлом обзоре вам показывал его производительность. В принципе, могу смело рекомендовать. Он удовлетворит более широкий круг аудитории. Но давайте все-таки попробуем покачать этим малышом. И акцентируем внимание именно на него. Потому что, в принципе, он есть в наличии в этом магазине. Позволит ли он компании пневмострелков себя чувствовать более-менее комфортно? То есть вот мы приехали сейчас на стрельбище. Разгружаемся, стреляем. И будем использовать компрессор, как мы используем свои баллоны. Баллон, который закреплен под столом у меня, допустим. Вы видели часто это. То есть я в процессе стрельбы отстрелял матч, я подкачиваюсь. Отстрелял, подкачиваюсь. И вот именно в таком режиме, я думаю, этот компрессор покажет себя вполне неплохо. То есть, допустим, мы отстреляли там 20-30 выстрелов. Потратили на это там где-нибудь атмосфер 30-40. И между матчами, пока меняются мишени, мы имеем время на заправку. Позволит ли этот компрессор за 3-4 минуты восполнить резервуар винтовки? Закачаем сверху с 90-90 до 200. Выровняли давление. 150, 165, 170, 190, 50 градусов. Ну что ж, попробуем колбу закачать. Включаем компрессор. Погнали! У нас 200 и 5 минут. До 42 градусов нагрелся. На улице сейчас плюс 10. Так, винтовка «Егерь» со 140 до 200 задуваем. То же самое, включаем таймер. Ну вот типичные пострелушки у нас. То есть, отстреляли мишень и пошли. Так, закручиваем. Так, сейчас он выровняет давление. Температура упала до 24. Все, погнали. Все, 200. Минута 37 получилась. Ну что получается? В принципе, малыш этот справляется, но справляется с большой натугой. Если его используют именно в этих моментах подкачки, то еще куда не шло. Но за 3-4 минуты мы накачиваем 50 атмосфер только одной винтовки. А у нас вот сейчас нужно качать две. То есть, у нас из-за вот этой вот закачки получается заминка в нашем стрелковом процессе. И все равно приходится кому-то пользоваться баллоном. Конечно, более производительный компрессор, который за полторы минуты позволяет делать то же самое, позволит нам закачать две винтовки между матчами. В этом есть разница. Но если вы стреляете один, то зная, что он около 4 минут закачивает 50 атмосфер, вы можете спокойно пойти поменять мишени, поставив винтовку на закачку. И тем самым, когда вы вернетесь, у вас уже она практически закончит этот процесс. То есть, если... Ну вот в моем случае я как раз меняю мишени где-то около 4 минут. Не больше. Вряд ли я там больше задержусь. Поэтому, в принципе, допустим, для одного стрелка этот компрессор вполне себе работает очень даже неплохо. Самый главный недостаток, который есть у этого мини-компрессора, это отсутствие осушителя, по сути. Потому что вот тот фильтр сигаретный, который стоит вот в этой вот фигнюшечке, ну это совсем не серьезно. То есть, к этому компрессору, конечно же, нужно покупать достаточно хороший осушитель, хотя бы такой же, который идет в комплекте с вторым компрессором. И те, кто остановил свой взор именно на вот этом мини-компрессоре и решил сэкономить, ну согласитесь, экономия все-таки здесь существенная. Я все-таки настоятельно рекомендую прикупить еще дополнительно осушитель. Хотел бы сказать резюме по своему компрессору, который мне предоставил интернет-магазин Охотника.нет примерно, ну сколько, полгода назад. Эксплуатирую я этот компрессор практически каждый день. Закачиваю им только винтовки и колбы. Баллоны не качал ни разу, хотя, в принципе, при особом желании, мини-маленький какой-нибудь баллончик, один-два литра, вполне можно, я думаю, им закачать. Меня устраивает его производительность полностью. Реле автоотключения там также есть, но у меня проблема в том плане, что реле автоотключения я выставляю на 300 бар, но у меня перепускной клапан предохранительный, вот эта мембранка, которая стоит на головке цилиндра, она срабатывает раньше, где-то на давлении 280-290 бар. И я два раза проворонил этот момент. В принципе, это, наверное, все проблемы, какие были у меня с этим компрессором за полгода, но, как я уже сказал, он эксплуатируется у меня в достаточно щадящем режиме. Я охлаждаю его с ведра. Ну, наверное, давайте я вам покажу, что я тут рассказываю виртуально на пальцах, если можно переместиться в мастерскую и показать уже непосредственно этот компрессор и рассказать уже на месте про его особенности. Ну, вот так эксплуатируется у меня этот компрессор. Вот я вам хотел показать этот клапан. Он стоит здесь, под этим винтом. Вот у меня стоит реле, и где-то здесь вот он срабатывает. Пару раз у меня такое было, когда качал колбы под полнотел. И я отвлекся буквально пару минут. Производительность компрессора со временем никак не упала. Никакого ремонта я с ним не делал. Меняю только вот в осушителе расходники. Через квик качаюсь. На эту табуретку кладу винтовку. Масло вот планирую менять, еще не менял. То есть, я поменял масло сразу же, как только его запустил. То есть, слил то, которое было транспортировочное и залил свое. Здесь у нас помпа. Кошки пьют отсюда воду. Почему-то. Со своих мисок не пьют. Обязательно нужно отсюда. Помпа работает штатно. Единственное, вилку поменял. И, кстати, шнур питания я поменял. Почему-то у меня один сгорел шнур. Перекрутился и стало вонять. Шнур питания поменял. В принципе, компрессор достаточно мощный получается. Баллоны, как я уже сказал, им не качаю. А, менял батарейки два раза вот в этом термореле. Все. Больше никаких проблем с этим компрессором у меня не было. И, надеюсь, не будет. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам стало еще более понятно. Выбор есть всегда. Я не навязываю вам свое мнение. Но, естественно, если бы я выбирал, конечно, я бы обратил внимание на более производительный насос. Так как я уже вам показал, что в моих условиях мне производительности вот этого малыша естественно не хватит. потому, что за раз я отстреливаю минимум 3-4 винтовки и стоять вот это вот ждать, пока они закачаются, конечно, особого желания нет. Понятно, что с более производительным насосом время на заправку сокращается ровно в два раза. И я бы, наверное, может быть, о нем подумал, но в моем сценарии применения все-таки вот эти вот компрессоры они не укладываются. то есть я как работаю сейчас на настройку винтовок то есть вот эти редукторы на стенде очень большой расход воздуха идет, когда перестраивается редуктор после ремонта, когда сошлифовывается плоскость и сбиваются полностью настройки редуктора. Бывает, что приходится его в стенде накачивать и спускать раз по 7-8 и, конечно же, большой расход воздуха. Поэтому на настройку редукторов я использую компрессор на настройку прямоточных винтовок. Только компрессор, потому что у меня раньше до покупки этого компрессора на настройку прямоточного егеря на какую-нибудь стандартную уходил полтора баллона вместе с отстрелом. Ну, два, можно сказать. Если какая-то экзотическая настройка, где хотят что-то прям такое нестандартное, то до трех баллонов воздуха у меня на одну винтовку уходило. То есть, представляете, какой-то колоссальный расход воздуха. Конечно же, компрессор, который сейчас у меня стоит, он значительно облегчает мне жизнь. И я закачиваю перед отстрелом винтовки тоже компрессором. То есть, я приезжаю на стрельбище с полным резервуаром. Если мне повезет, то, в принципе, этого воздуха мне хватает, который я закачал в мастерской. То есть, прицел, если у меня получается достаточно быстро пристрелять без всяких прокладок и плясок с бубном, этого мне хватает и на установку. Пристрелку оптики и на отстрелочную мишень. И если мне требуется под заправкой, естественно, я использую обычный 7-литровый баллон, который сейчас заправляю в пожарной части. Как я уже сказал, своим компрессором баллоны я не качаю, тем самым я рассчитываю увеличить строк его службы. В принципе, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Лайк, подписка, переходите по ссылочкам в описании, ссылочки на конкретные модели я вам даю. Покупайте, пользуйтесь. Модели, которые были на обзоре, они сейчас в продаже, по той же цене. Можете, в принципе, купить их. Они уже, как вы видите, проверены, оттестированы, работают вполне себе. Цена будет та же самая, потому что это не БУ. Можно сказать, что они проверку прошли. Спасибо еще раз интернет-магазину Охотника.нет за то, что предоставляют товары на обзор. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok